Тихий час, я своих малышариков только что уложила спать. Сегодня поздно уложила. Сегодня поздно уложила, потому что у Зехрашки это уже второй сон. Очень жарко, сейчас душно прямо на улице. Так, мы сейчас с вами пойдем в сторону моря, я заодно хочу посмотреть, какое сегодня море. Смотрите, да, вроде как ветерок есть, но все равно такая духота. Мой второй телефон всегда вот где-то валяется. Он у меня теперь чисто для того, чтобы детям смотреть мультики. Вот здесь спят мои малыши. Сейчас посмотрим, если там сильные волны. Хочу сегодня детей на море отвезти. Вчера мы не были на море. Точнее, папа отвел Зехрашку и Асланчика, но буквально через полчаса они пришли обратно, потому что были волны, даже не зашли в воду. Ну, как вы видите, чем ближе идешь к морю, тем больше там ветер. Тем больше деревья шевелятся. У нас праздничные дни. Курбан-Байрам. Народу много здесь. Вчера вообще было много. О, это больше и больше ветер. Как я всегда и говорю, мы в этом году не будем резать ни барашку, ни корову, никого. Мы решили сделать так. Наверное, дальше тоже будем делать так. Ту сумму, которую мы хотели бы вложить в Курбан-Байрам, в барашку или в корову, мы лучше раздадим бедным. Потому что, когда раздаешь мясо, ну что, может быть, человеку это мясо не нужно. Может быть, ему на что-то другое, на какие-то другие нужды нужны деньги. В прошлом году, например, Золовка и Мурат, они не раздавали мясо, а раздали деньги. И, ну, как они заметили, что деньгам бедные семьи рады больше, чем килограмму или двум мяса. Мы тоже решили в этом году подрастать деньги, потому что каждая семья, каждый человек лучше знает, на что потратить денежку. Волны есть, но не сильные. Народ везде просто. В этом году, вы знаете, вот хоть вроде всего такого карантина нет, но нашу вот пляжную вот эту зону в порядок почему-то не приводит. Лежаки нам не выкладывают каждое утро. Нету вот этого всего в этом году. Это всё говорят из-за коронавируса. Та-да-да! Лада? Лада! Я нет-нет, здесь часто вижу наши лады. Так, ножки-то мы всё равно сейчас помочим. Я надеюсь, за эти 10 минут и мои малышарики не проснутся, потому что я их только уложила. Мои солнышки, мои любимые. У меня болят ноги, мышцы болят очень сильно. Я не знаю, это последствия чего. Последствия того, что я очень много качаю осланчика ногами, или последствия того, что я на дне рождения у детей была на каблуках и садилась, вставала, садилась, вставалась очень много. Вода тёплая. Вода, да, тёплая. Ммм, какая прелесть. Хорошая, тёплая вода. Скорее всего, мы пойдём сегодня на море с детками. Я вот залезла в море. Я не знаю, что я там снимаю, честно. Вообще ничего не вижу из-за солнца. Ой, вода тёплая, но моей дочери не понравится. Она не любит, когда ветер бывает. Потому что у неё то волосики в глаза попадают, она начинает глазки грязными руками, вот песком трогать. Потом её это раздражает, естественно. И всё раздражает. Она же принцесса у меня. Так, мои хорошие, я надеюсь, вы вместе со мной почувствовали всю прелесть моря. Жалко, я, конечно, запах не могу передать через камеру. Когда я снимаю, меня просят медленно переводить к камеру. Но я, в принципе, и так делаю это медленно. Но если я буду ещё медленнее делать, для меня как на дурочку, наверное, будут смотреть. То есть, так, чем ближе к берегу, тем теплее вода. Ну, в принципе, это понятно почему. Ну, что на берегу меньше воды. Это тапки моей свекрови. Но они такие удобные. Я их таскала 2-3 месяца, а теперь, когда свекровь пришла, она, естественно, их надевает. И мои дети снимают эти тапочки с неё постоянно. Вот где они её увидят в этих тапочках, вот там и снимают. Представляете? Мои дети вообще, мои вещи, они думают, что это мои тапочки, никому не дают. Такая погода у нас. Сегодня у нас 1 августа уже. Да, 1 августа. Видите, да, там столько народу сидит. Сножки помочили, воду вам показали. Теперь можно и обратно идти. Мы хотели сегодня с супругом не сюда на пляжах привезти, а на пляжи Илыджи, которые я проездом вам снимала. Да, хотели туда поехать. Там его 1 августа здесь, и нам тоже там сейчас на поле. Видите, хотели туда отвезти. Ну, посмотрим, сколько мои дети поспят, в каком настроении поспят и так далее. Поэтому особо планы строить не получается, потому что не знаешь, в каком настроении будут проездить. Здесь такая прохлада, так хорошо, и там на даче внутри душно. Сейчас душно. Ну, через пару часов нам тоже будет, знаете, ладненько, хорошо. Ночь все равно, ночи кайфовы в чешме. Комаров стало меньше, потому что начали обрабатывать постоянно, каждый вечер опрыскивают лекарства. Аж два раза проезжают машины, опрыскивают с администрацией чешме самой, и еще какое-то что-то с нашего СИТ именно. Получается, опрыскивают два раза за вечер, потом папа постоянно каждый 5-6 дней обрабатывает весь дом, каким-то лекарством опрыскает, без запаха, там что-то такое. И я постоянно тоже включаю антикомари, вот эту жидкость. Короче, их стало намного меньше комаров. В начале сезона, когда машины не проезжали, не обрабатывали тогда еще, ну как бы сезон не был открыт, и ничего не работало, они никакие машины ничего не обрабатывали. Комаров было очень много, и помните, да, мои дети с самого начала были такие ужасно покусаны. А сейчас маршала этого всего нет. Потому что комары самоликвидировались, могу сказать, ликвидировались. Все отдыхают. Все, я закроюсь, наверное, а то у меня целое видео получилось, как Катима идет на море и обратно. Спасибо, что смотрели меня, мои хорошие. Я вам желаю хорошего настроения. И самое главное, самое-самое-самое главное в нашей жизни это здоровье. Да, я всегда буду желать, и всегда желала, и желаю, и буду желать нам всем здоровья. Потому что все, все, все остальное идет от нашего внутреннего состояния. Насколько наш организм здоров, настолько хорошо мы себя ощущаем. И вот это даже тот негатив, который из нас идет, он же не просто так идет, он же накапливается не просто так. Получается, наше здоровье где-то шалит, где-то нервишки шалят, где-то еще что-то. О, Мурат идет на море, по-моему. Не знаю, куда идет. Поэтому берегите свое здоровье, мои хорошие. Остальное все приложится. Пока-пока. Проснулись мои малышарики. Я, как всегда, подогреваю йогуртовый суп. Неделю, два или три раза точно в обед бывает у нас этот суп. Ну, обеды, после того, как они проснутся. Зихрашка спокойно две тарелочки съедает. Это у нас на вечер курицу замариновал дядя Мурат. Что там, я не знаю. Почему он там ее отмочил, замочил. Дедуля там лежит. Ну, Аслан, как всегда, пытается пытается надеть на себя всех обувь, все тапочки. Солнышко, мамину. Сейчас Зихрашка точно поестит, Аслан, не знаю. Постараюсь их накормить и на море. Рецепт этого супа я обязательно выложу. Готовить его очень-очень-очень легко. Выложу обязательно. И так, мои хорошие, как я и говорила, мы приехали на пляж. Дети играют. Это друг моего супруга со своим сыном. Здесь этот пляж я вам снимала. Он называется выджет. Это турецкие Мальдивы. Вода, песок, посмотрите, просто бесподобный. Сегодня ветер, волны, но и то вода очень-очень прозрачная. мамина, мама кулитики сделала. Если османчик позволит, я немножко поснимаю. Но вряд ли он позволит маме зайти в воду. Но очень прозрачная вода. Представьте, во время волн ветра вот такая она. Народу очень много. Сегодня суббота и выходной день. вода теплее, чем у нас. Наша дача получается вот где-то вот в той стороне. По ценам я потом вам скажу сколько чего. Я пока еще сама толком не знаю. Вот одна из известничных гостиниц в Чешме. По-моему, широтон называется, если я не ошибаюсь. все время забывать, потому что меня отдых в гостиницах не интересует. Особенно в Чешме. Вода теплая такая. Вообще не сравнить с той, которая у нас там. У нас там холоднее. Еще раз говорю. они все мой синок заметил, что мама отошла. Они они здесь такой песок хороший, мягкий-мягкий. здесь. А, так, по ценам я спросила у мужа друга, он здесь часто бывает. В обычные дни 50 лир один лежак платишь и хоть целый день лежишь. А сегодня вот так праздничный день 75 лир один лежак. Покупки делать в заведении ты не обязан, можешь с собой принести. ой, моей девочке понравилось, моей девочке понравилось. Она сама вот так в водичке редко сама идет. за тема меня. Ну, Аслан-то везде найдет себе занятие. Тебе понравилось, мамина? Хороший песочек, да? мягкий, мягкий такой. Все, в глазки попадет, нельзя бросать, мам. Мы уже минут 40 здесь сидим и минут 40 вон там у них фотосети у этих девочек. Реально здесь красивые фотографии получаются. Я в прошлом году, по-моему, здесь сфотографировала. поймал трактор Молодец Моя девочка вкусная Моя девочка вкусная Вот так, да Опа Опа, поймал Молодец Опа Маме, как они у меня щек пьют Моя девочка, вот она твоя трубочка Вот она Моя девочка Моя девочка Моя девочка Моя девочка Моя девочка Вкусно, да мамина, вкусно, вкусно Молодцы построила детям вторую вот такую вот башню с проходом точнее туннель они набирают воду и оттуда водичка протекает и лодка выходит видите это уже вторая одну декрашку он там поломала сейчас у нее этот намерение эту тоже поломать давай осланчик солнышко неси водичку наливай 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 маме на водичку давай ой такой 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 так сейчас кораблик поплывет вот там застрял надо еще водичку солнышко еще водичку надо принеси еще водичку а а а а а приехали мы домой искупались и вот нас ждет ужин вкусный вкусный ужин как всегда дядя мурат нас кормит скоро буду кормить детей да я удаю не представляете и мясо и курицу на мангале жареный потом уже сами поедем всем приятного аппетита кто за столом мои малыша реки уже ждут мамины солнышки ждут опа мамины бубой сики будут